Авдеевка один из наиболее обстреливаемых городов на линии соприкосновения. За полтора года численность населения тут сократилась в 4,5 раза. Несмотря на разрушения, люди возвращаются домой. Чем сегодня живет Авдеевка? Репортаж наших корреспондентов. Это Авдеевка. Город почти разрушен. Во время боевых действий пострадало более половины многоквартирных и частных домов. У этой девятиэтажки повреждены стены. Часть коммуникаций не работает. В доме сейчас живет 18 семей. Грубо говоря, порядка 450 домов пострадало. До войны в городе проживало около 37 тысяч людей. Во время активных боевых действий почти 30 тысяч жителей выехали. Но сейчас люди начали возвращаться в Авдеевку. Много людей вернулось уже. Ну, дай бог, чтобы не было у нас больше ничего такого. Город активно восстанавливают. Помогает Авдеевский коксихимический завод. Порядка 70 домов именно по строительной части взял на себя коксихим завод. Детские сады, школы, ДК, больница наша. То есть завод всячески старается нам в этом помочь. 1 сентября в эту школу пошли 203 ребенка. Сейчас учеников в 5 раз больше. Ежедневно прибывает до 10 детей. Очень много детей возвращается. Если мы начинали, были классы маленькие, то сейчас они уже практически укомплектованы. Учителя обеспокоены психологическим состоянием детей, которым довелось увидеть и пережить ужасы войны. Справиться с этими проблемами могут только квалифицированные специалисты. Психологи гуманитарного штаба Рината Ахметова провели занятия с учениками Авдеевских школ. Вы назвали признаки страха, то есть повторим сейчас, мурашки по телу, дрожит тело, под нее задушки. Я нарисовал смерть. Почему? Потому что я ее боюсь. Больше всего я боюсь войны. Не знаешь, куда попадет. Может, рядом с домом взорваться. И учителя, и родители благодарны психологам, так как они сами не всегда могут найти нужные слова, чтобы поддержать детей. У меня ребенок вспоминает, как он шел на речку, и ложились снаряды. Был страшный свист, и ложились снаряды. Это ребенок часто вспоминает, часто рассказывает, часто кому-то в разговорах передает. Ребенок боится оставаться без меня, боится темноты. В течение года город много раз попадал под обстрелы. В Авдеевке в психологической помощи нуждаются по меньшей мере 3000 детей. Сейчас мы, примерно как пожарные, просто тушим пожар или даем какие-то техники справиться здесь, вот именно на всю секунду. А чтобы полностью перебороть в себе, превратить травму войны в опыт, для этого нужно будет многим людям помощь действительно специалисты. Психологи гуманитарного штаба Рината Ахметова и далее будут поддерживать детей в населенных пунктах так называемой серой зоны. Татьяна Блинова, Юлия Меншакирова, Алексей Кудиля, Игорь Монастырев. События. Канал Украина.